МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс программа «Посфактум». Мы расскажем вам о том, что произошло за неделю. И начнем с преступлений. По итогам 2016 года криминогенная ситуация в городе в целом стабильная, однако есть ряд проблемных вопросов, один из которых – кража имущества из гаражей. Если в 2015 году их было зафиксировано 13, то в 2016 их количество выросло более чем в три раза. По итогам 2016 года криминогенная ситуация в городе в целом стабильная, однако есть ряд проблемных вопросов, один из которых – кража имущества из гаражей. Если в 2015 году их было зафиксировано 13, то в 2016 их количество выросло более чем в 3 раза – 46. Проникнув в гараж, преступники выносят оттуда все, что видят – от шуруповерта до велосипеда, солений и варенья. Зачастую следов взлома сразу хозяева гаражей не обнаруживают. Преступники как только не изворачиваются, чтобы поживиться, и ключи подбирают, и через крышу пролазят. Наиболее криминогенными местами города Барановичи, где совершаются кражи из гаражных массивов, являются улица 50 лет ВЛКС, улица Фестивальная, Репина, а также микрорайон Боровки. Как правило, преступники проникают в гаражи различными, абсолютно различными способами, включая и свободный доступ, и отжим двери, и подбор ключа, а также ряд других способов, даже, например, пробираются в гараж через крышу. Имущество, которое интересует преступников, абсолютно разнообразное, все, что хранится в гаражах, начиная от автозапчастей, комплектующих, и заканчивая имуществом, которое было ранее в употреблении, в использовании граждан, и теперь в силу ненужности хранится в гаражах. Возраст преступников абсолютно различный, но, как правило, это лица, которые нигде не работают и не учатся. Самым действенным способом против всех покушений на собственность остаётся оборудование гаража системой охранной сигнализации. На сегодняшний момент мы охраняем порядка 320 гаражей. Это гаражи как в гаражных массивах, так и в гаражных кооперативах. Значит, с 2012 года, когда их охраняло 185, на сегодняшний день их уже сохраняется 320 гаражей. Люди идут активно, охраняют гаражи, потому что на сегодняшний момент единственный способ, которым можно сохранить своё имущество, по мнению специалистов мировых, по системе безопасности, по мнению наших специалистов белорусских, это единственный способ оборудования объекта системой охранной сигнализации. Ни одного случая кражи из гаража, находящегося под охраной, не было зафиксировано. Прежде всего, говорят специалисты, срабатывает психология. Человек, увидев красный маячок на гараже, уже навряд ли пойдёт целенаправленно рисковать. А вот случай, когда преступник не увидел маячка и пытался вскрыть охраняемый объект, всё-таки был в практике правоохранителей. Попыток краж из охраняемых нами гаражей была всего лишь одна, наверное, в 2012 году. Гараж на массиве Северный. И то попытка кражи была немножко такая комичная ситуация. То есть человек пришёл к нам, написал заявление, мы оборудовали гараж сигнализацией, и буквально через две недели поступает сигнала тревоги из этого гаража. Наряд выезжает, обнаруживаем попытку взлома дверей. Значит, буквально через, наверное, минут 20 прибегает заказчик, который мы вызываем. Начинаем разбираться, почему же так случилось. Оказывается, заказчик просто-напросто, вот этот красный глазок от автодоступа, он его закрыл пластмассовой крышечкой. Спрашиваем, зачем? Он говорит, ну, чтобы, наверное, не затекало дождём. Ну, человеку объяснили, что вот то, что вор потенциально не видел этого красного глазка, поэтому и повлияло на то, что он попытался дверь эту вскрыть. Ну, тут же при нас человек эту крышку срывает, сказал, зачем она мне нужна. То есть, посчитайте, то человек уже потенциально знал, вернее, чувствовал, что у него что хранится. И вот прошло две недели, и кто-то попытался в него влезть. Это была единственная попытка проникновения в гараж. По всем зарегистрированным фактам краж возбуждены уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. От имени милиции мы обращаемся ко всем жителям города и просим, если вдруг вы обладаете информацией о лицах, которые ходят возле гаражных массивов, присматриваются, и вообще достаточно подозрительные, лучше обезопасьте себя и сообщите эту информацию в Барановичской ГОВД. Потому что, к сожалению, кражи с ушедшим 2016 годом не закончились, и вот уже несколько фактов зарегистрировано и в этом году. В Барановичах за одну ночь обокрали два автомобиля. В Барановичской ГОВД с заявлением о кражах в воскресенье 22 января обратились сразу два жителя одного из многоквартирных домов улицы Советской. Из автомобиля «Фольксваген» неизвестный злоумышленник похитил знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечку и набор инструментов, а из «Ниссана» съемную панель магнитолы. Общая сумма ущерба составила 170 рублей. Найти злоумышленника по горячим следам сыщикам не удалось. Ведется расследование. На сегодняшний день сотрудники ГАИ и коммунальные службы отмечают проблему так называемых брошенных авто, которые загромождают улицы и дворы нашего города. Напоминаем, в Республике Беларусь действует указ президента номер 348 от 9 августа 2011 года о мерах по организации сбора и хранения неэксплуатируемых транспортных средств с их последующей утилизацией. Тему продолжит командир взвода ДПС отдела ГАИ Барановичского ГОВД Александр Селицкий. С законом установлено, что запрещается размещение неэксплуатируемых транспортных средств в неохраняемых мест для хранения, за исключением дворов и придомовых территорий, одноквартирных и блокированных жилых домов. Под неэксплуатируемым транспортным средством понимается транспортное средство, на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией. Это стекла салона, колеса, элементы кузова, а равно имеется их деформация, либо внешние видимые повреждения, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении или исключается возможность его эксплуатации. А также транспортное средство, которое не эксплуатируется более 6 месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживается в надлежащем состоянии, допускающим возможность его участия в дорожном движении или эксплуатации. Представителями ЖЭСов, которых имеется в городе Барановичи 7, совместно с сотрудниками госавтоинспекции выявляются неэксплуатируемые транспортные средства и принимаются меры по установлению их собственников, владельцев. При установлении собственника, владельца, неэксплуатируемого транспортного средства, ЖЭС направляет извещение о необходимости в течение 30 календарных дней переместить транспортное средство на охраняемую стоянку, привести его в надлежащее состояние, либо утилизировать. При этом в извещении сообщаются о порядке утилизации, а также о правовых последствиях невыполнения указанных в извещении требований, в том числе о принудительном перемещении, неэксплуатируемого транспортного средства на охраняемую стоянку и признании данного автомобиля безхозяйным, с последующей его передачей в собственность административно-территориальной единицы, то есть в распоряжение и собственность городского исполнительного комитета. В течение 30 календарных дней с момента получения извещения о надлежащем состоянии транспортного средства собственник должен привести принадлежащее ему транспортное средство в надлежащее состояние либо его поместить на охраняемую стоянку, либо в гараж. Если за это время собственник ничего не сделал со своим автомобилем, то данное транспортное средство эвакуируется на штрафстоянку. При этом собственник возмещает все затраты по дальнейшей эвакуации и хранении данного транспортного средства. Перед судом предстанет 36-летний житель Барановича, обвиняемый в мошенничестве и пострекательстве к даче взяток, сообщает Белта. Мужчина обвиняется в том, что с октября 2014 года по март 2016 в общей сложности завладел суммой около 200 тысяч рублей, многократно обманывая и злоупотребляя доверием. Основным предлогом передачи ему денег являлась продажа трехкомнатной квартиры в центре Барановичи. Со слов подследственного он обратил внимание, что в ней никогда не горит свет. Потерпевшим мужчина говорил, что хозяин квартиры содержится в СИЗО, а ему необходимо продать квартиру для выплаты исков и штрафов, что не соответствовало действительности. Несколько человек посчитали предложение выгодным и сразу передали всю сумму в размере от 10 до 20 тысяч долларов. В других случаях мошенник предлагал гражданам продать заброженные участки, организовать совместный бизнес, приобрести здание. Еще одного мужчину подозреваемый подстрекал передать взятку должностным лицам облсполкома в размере около 9 тысяч рублей для получения права аренды земель в парке и на площади Ленина. В целом, во время следствия установлены 19 потерпевших. Им возмещено около половины суммы причиненного материального ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для расследования. Житель Барановичи осужден за развратные действия в отношении 7-летних девочек, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич. Случай произошел летом 2016 года. Через сквер вблизи школьного стадиона проходил 66-летний местный житель. Заметив играющих там маленьких девочек, мужчина решил оголиться. Дети о случившемся рассказали родителям, затем последовал звонок в милицию. Эксбекциониста задержали. Суд приговорил пенсионера к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен принудительно пройти лечение от алкоголизма. Однако своей вины он не признал и обжаловал приговор. Его рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда. Предыдущее судебное решение оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу. 22 января сотрудники отделения охраны правопорядка и профилактики Барановского ГОВД в ходе осмотра дома, расположенного на улице Горького, нашли в нем 11 пластиковых бочек емкостью 40 и 60 литров. Все они были наполнены брагой, общий объем которой составил 730 литров. В ходе проверки было установлено, что владелицей браги является 57-летняя жительница города Барановичи. Спиртосодержащая жидкость изъята. По факту произошедшего проводится проверка. Продолжаем выпуск. 20 января 2057 в Центр оперативного управления Барановского ГОВД поступило сообщение о пожаре дома по улице Школьной в деревне Нагорное. Происходило открытое горение кровли дома. Угрозы соседним строениям не было. В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие имущества, находящееся в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям в Барановичском регионе в дошкольных учреждениях образования была проведена акция «Безопасное детство». О победителях в нашем следующем репортаже. Рисунки, стихи, театральные постановки, чего только дети не показывали спасателям, выражая свои знания и понимание правил поведения в жизни, в частности в обращении с огнем, при переходе улиц, на водоемах и так далее. Посредством творчества каждый старался показать свои умения, за что впоследствии были поощрены и работники дошкольных учреждений образования, и непосредственно сами участники, у кого на взгляд авторитетного жюри, в число которого входили не только работники Барановического ГРОЧС, но и области, получилось наиболее ярко и красочно рассказать о правилах безопасности жизнедеятельности. Я считаю, что такая форма привития навыков наиболее перспективная. Это не просто на словах, это на деле. Мы учим детей, они своими руками все это чувствуют, пропуская через себя. Естественно, уже потом это остается на подсознательном уровне. Так лучшими среди учреждений дошкольного образования в городе Барановичи был признан Яслисад номер 55. В Барановичском районе победил Жемчужненский Яслисад, на втором месте Леснянский, на третьем Новомышский Яслисад. Все победители были награждены сладкими призами, а также дипломами и ценными подарками от спонсора акции, которым выступило частное предприятие по обслуживанию и ремонту компьютеров в городе Барановичи. Я очень благодарен людям, которые прививают нашим детям навыки, основ безопасности жизнедеятельности. Это очень значимый труд, благодаря которому дети в чрезвычайной ситуации смогут сориентироваться, и благодаря которому можно будет избежать человеческих жертв. Узнав, что за участие в конкурсе, проводимом МЧС, будет проходить награждение детских садов, я с радостью откликнулся на это, потому что понимаю, насколько эта работа важна. И хотел бы поблагодарить всех за такую нужную и важную работу. По словам начальника Барановического Гру ЧС, проведение таких мероприятий продолжится в регионе. Тем более, что они имеют большой интерес не только со стороны взрослых, которые заинтересованы, чтобы научить ребенка в правильном поведении в жизни, но и среди детей, которые лучше воспринимают информацию в игровой и творческой форме. Всегда учите детей правильным манерам, правилам поведения. И самое главное, это не показывайте пример негативный вашим детям. Они вас копируют, они повторяют. Ну и не оставляйте детей одних, потому что дети младшего возраста и младшего школьного возраста, и дети, ходящие в детский сад, конечно, должны быть обязательно под присмотром взрослых. Чтобы не случилось беды и чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей, это самое ценное и самое святое. Специальный корреспондент журнала «Юный спасатель» Ирина Малицкая посетила среднюю школу номер 4 города Барановичи. Это учреждение было выбрано не случайно. В школе учится девочка, для которой волшебник, юный спасатель. По итогам конкурса «Мечты сбываются» подготовил ценные подарки. В рамках встречи Ирина Малицкая проверила знания ребят в области безопасности, жизнедеятельности, провела с ними много увлекательных тематических конкурсов. Самые активные участники получили множество приятных призов. Работники Барановичского горроотдела по чрезвычайным ситуациям уделяют пристальное внимание проведению пожарно-профилактической работе в жилищном фонде. Так, на днях спасатели в деревнях Задвей и Рабковичи Вольновского сельсовета проверили домовладение одиноких граждан, а также пенсионеров, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. Пристальное внимание было обращено на выполнение гражданами правил пожарной безопасности, наличие в их домовладениях автономных пожарных извещателей, их исправность, эксплуатацию электросетей и электропроводки, печного отопления. В ходе профилактического мероприятия были выявлены нарушения, касающиеся печного отопления. С целью предупреждения пожаров работники ГРОЧС провели с жильцами профилактические беседы. Напомнили им основные правила пожарной безопасности. В Ганцевичскую центральную районную больницу с анафилактическим шоком попала 12-летняя девочка, сообщает Белта. Случай произошел 20 января. Школьница заболела гнойной ангиной. Участковый педиатр выписал ребенку препараты – цевтриаксон и лидокаин. Вечером мать стала самостоятельно вводить дочери лекарства. В это время ей стало плохо, у нее было затрудненное дыхание. Затем она потеряла сознание. Испуганная женщина вызвала скорую помощь. Медики прибыли спустя 5 минут. Они оперативно оказали девочке помощь, избавив ее от анафилактического шока. Затем доставили в реанимацию. Сейчас школьница переведена в детское отделение, где ей лечат ангину. Также в этот день в больницу с диагнозом анафилактический шок поступила еще одна жительница Ганцевичского района. Ей также в сжатые сроки была оказана медицинская помощь. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает. К сожалению, это не единичные случаи. 20 января в Борисове мальчику 11 лет в домашних условиях ввели препарат цевтриаксон российского производства, растворенный в лидокаине. Спустя 10 минут ребенку стало плохо. Появились головокружения, рвота, сыпь. Он начал терять сознание и задыхаться. Мальчик попал в реанимацию. Несколькими днями ранее, 16 января, под Молодечно сделали укол антибиотика 31-летней женщине. Она умерла прямо в медпункте. С 20 января Минздрав в Беларуси временно запретил использовать два лекарственных препарата цевтриаксон и лидокаиногидрохлорид. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова